Каждый четверг в 6 вечера. Программа «Если честно» с Тимуром Поломбетовым. «Если честно» только на Гаку-ФМ. Я знаю, после эфира я уже чувствую, как у меня вообще будет писать. Ты! Не века! Как папа, например, к этому относится? Отвразительно он к этому относится. Говорила о том, что делала операцию пластическую. Ты довольна результатом? Большинство негативных комментариев, каких-то плохих слов я слышу именно от таких же казахов, как я. Я год из-за своих комплексов не надевала ни платья, ни шорты. Я боялась жутко своих растяжек. Сколько примерно ты в среднем зарабатываешь в месяц? Ну... Какова роль женщины вообще основная? Быть матерью. Это самое главное для женщины. Гражданский брак, по сути, я считаю, что это неправильно. Ой, Тимур, вот какие вопросы... То есть такой любви не может быть? Не может быть такой любви. У нас на один район, по три мечети. Но на одну область, по одному детскому учреждению. Если честно, только на Гаку-ФМ. Добрый вечер в студии. Если честно, в прямом эфире я, Тимур Балметов. И сегодняшняя моя гостья, опоздунья, наконец-то приехала в студию. Поэтому встречайте. Сегодня у нас в гостях музыкант. Учитель английского языка, который не говорит по-английски. Ванерша, блогерша, известная личность. Нагимуша Ахметова. Всем здравствуйте. Можно, да, сразу скажу? Я хочу передать привет своей маме. Шучу. Я хочу сказать спасибо. Ты не хочешь передавать привет маме. Нет, она все равно это не смотрит, не слушает. Спасибо, Тимур, вам, что вы заполнили эфирное время. Прекрасными, прекрасными песнями. Я хочу еще передать вперед Талгару и нашим пробкам. Спасибо. Спасибо вам, что все-таки приехали. Но мы, на самом деле, несколько раз уже договаривались с Нагимой, что она говорит со мной на «ты», но она вот никак не может перейти этот барьер. Поэтому я буду говорить на «ты», а ты уже выбирай, как ты хочешь. Хорошо. Хорошо, как твои дела? Все замечательно, спасибо, как ваши. Да, все отлично. Я совсем недавно... Вообще, как тебя правильно представлять? Что говорить? Ты... Ну, все привыкли называть нас вайнерами, хотя вайнер — это вообще абсолютно другая сфера. Ну, похожая, хорошо. Но наши, ну, у нас, наверное, принято называть видеоблогерами. Видеоблогерши. Да, видеоблогерши. Так будет правильнее. А тебе приятнее, когда тебя называют Нагимуша или Нагима, или Нагима Хайратказа? Вообще, мне нравится, когда меня называют Наоми Кэмбон. Типа, честно говоря, да. А много называют? Часто называют? Очень часто. Типа, ну, да. Иностранцы, допустим, когда они не запоминают по имени Нагима, я говорю, Боже, Наоми. Обожаю, когда меня так называют. Нет, ладно. Прекрасно. Ну, Нагимуша в основном все называют. И дома так, и на работе везде. Мама, папа тоже. Да, так же. Я недавно совсем обнаружил, что ты играешь на фортепиано, даже училась. Ты в форме, ты все еще умеешь это делать? Да, конечно. У меня музыкальное образование, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Играю. Ну, как бы я уже закончила лет семь назад, но я все равно играю, и мне это пригодилось очень сильно в жизни. Ну, знаешь, я закончила, и это еще ничего не значит, судя по твоей вчерашней истерике в ночи по поводу английского языка... Вот это да, это... Вот на это я даже не буду эту тему затрагивать. Почему бедная собака должна была выслушивать эту истерику на английском языке? Мне, правда, стало очень жалко вашего уста. Ничего, ничего, он привык. Он, наоборот, так выздоравливает быстрее. Ему нравится это. Хорошо. Что у тебя вообще? Какие взаимоотношения с музыкой? Любишь, слушаешь? Кого слушаешь? Что ты слушаешь? Вообще не меломаны. Я слушаю все под подряд. Честно говоря, что мне понравится, то я и слушаю. Но в последнее время я для себя открыла техно-музыку. Воу. Да, для меня это прямо открытие. И то в последнее, наверное, время мой кулист, в принципе, забит этими песнями. А так, господи, я слушаю все, начиная от Тау Пугачевы, Борисовны, заканчивая, я даже не знаю, че. Давай тогда о наших. Кто тебе нравится из наших исполнителей? Нэнти Уанн. Ну, это прям непредсказуемо. Сейчас был ответ неожиданный, абсолютно. Ну, правда. Ты прям Иглз? Я прям Иглз, да. То есть это не хапожорство, ты прям действительно любишь Нэнти Уанн? Нет, то есть я еще любила их, когда, типа, не бывает модно говорить, как Иглз. Ну, а потом я решила, ну, а что? Ну, типа, принято же у нас быть Иглзом маленькими девочками, а я такая, м-м-м, ничего подобного, да. А, то есть это ты, та комментаторша, которая пишет, мне 23 и я люблю Нэнти Уанн, я не 12-летняя. Ну, я так не пишу, я так в основном заявляю, да. Ну, Нэнти Уанн мне нравится. Подожди, сейчас по-других. Окей, хорошо. Просто я хочу проверить, ты действительно фанат Нэнти Уанн или нет? Вот скажи мне, пожалуйста, раз уж ты Иглз, сколько альбомов у ребят? Три. Как они называются? Харангажарак, не помню, не помню, спасибо. Окей, так, как настоящее имя Зака? Азамат. Неправильный ответ. Что я похоя из. Кто самый старший в группе? Баттер, Эйс. Баттер, Эйс? Нет, баттер, Эйс. Все, я перечимаю, нет, ничего. Я уже не ответил на первый вопрос, значит я похоя. Откуда родом баттер? С какого города? Из Казварды. И это неправильно одет. Так, какого цвета были волосы Зака в клипе Айптома? Сиреневый, можно какого-то уже наугад просто, сиреневый. Вы, Нагима, не трушная, Иглз, вы притворяетесь. Хорошо, да, хорошо. Ну, в любом случае, кто еще, помимо? Ну, так, это слишком сложно, да. Ну, типа, мне сейчас нравятся молодые исполнители. Да, здорово. МД, обожаю его. Классный. МД. Кто еще мне нравится очень сильно? Абдер. Угу. Так же, мне кажется, в ротации у вас нет, есть такой парень Лимба. Зай Лимба. Очень классный тоже. Ты представляла его на днях, да? Да, и кто еще? Ну, так не вспомню, но, типа, то, что сейчас на слуху, в принципе, я сейчас назвала их, да. А у тебя в плейлисте бывают вообще казахстанские исполнители? Да, конечно. То есть у тебя в телефоне они есть, ты их слушаешь? Да, у меня есть группа Ринга, очень много песен. Орда, ой, Орды вообще очень много. Потом Джей Ран есть пару песен. Даже так? Да, и кто еще? Ну, все, я не вспомню сейчас. Да. Ну, здорово, это классный список. Сейчас назвала очень классные группы. Скажи мне, пожалуйста, тебе нравится, у тебя был опыт уже съемок в кино, тебе понравился он? Ну, да, я дебютировала у Аскара Бесембина в фильме «Больше, чем кино». У меня была главная роль. Чай, кофе. Кофе можно? Ну, почти, главное, ну. Я тебя отвезу в Калкаманскую больницу. Лучше сразу убей меня. Ну, честно говоря, я попробовала для себя это, но я не думаю, что я бы хотела бы обработать эту сферу абсолютно. А, не зацепила. Ну, зацепила, потому что киношная камера – это вообще другое. А тогда почему не хочешь? Потому что у меня заработка, не потому что я алочная, а потому что... Ты так часто говоришь это слово? Ну, потому что у нас, я знаю, после эфира виду, я уже чувствую, как у меня еще будет писать. Ты! Так, подожди, вот смотри, я тебе объясню. На радио лучше так не кричать, как ты кричишь у себя в Инстаграме. Не кричи так громко. Нас некоторые просто слушают в машинах, а не подпрыгнут. Сейчас мы ДТП будем с тобой создавать, понимаешь? Ну, потому что это же принято у нас, а правда. Ладно, хорошо. Я недавно увидел, ты снялась в очень классном клипе, который называется «Девушка Востока танцует жестоко». Команда называется «Бугу», но мы все знаем, что это... Азиамикс. Да, КВН-команда Азиамикс. Девочка Востока танцует жестоко. Как этот вообще случай, как эта коллаборация произошла? Ну, очень легко. Ребята написали, как это, в принципе, происходит у нас. Написали, связались, предложили. Я согласилась, съездила в Бишкек. А это было в Бишкеке все? Да, съемки проходили в Бишкеке. Я отснялась, и все. В принципе, ничего сложного. А этот танец, как ты дурачилась, это было придумано или ты импровизировала на площадке? Нет, это была полнейшая импровизация. То есть все эти движения. Это хореография сложнейшая. Это все из твоей головы, да? Да, это была сложнейшая хореография, которую я поставила там же. Там же вот тут придумала, да? Здорово. Скажи, пожалуйста, вот твой любимый персонаж твоих вайнов. Кто самый любимый для тебя? Ну, я люблю каждый свой персонаж. Я прям не могу сказать, что я прям выделяю какой-то персонаж. А то они обидятся еще. Да нет. Я просто люблю, когда я играю саму себя. Вот это самое прекрасное. То есть в каждом из этих персонажей есть ты? Нет, наверное. Вот именно касательно персонажей, там что-то есть от меня. Что-то у меня абсолютно на меня не похоже. Но я больше всего люблю, когда я выкладываю видеоролики. Хоть они не так популярны, как, может быть, какие-то персонажи. Но я больше люблю, когда я говорю юмор от себя. Будет такой монолог, как стендап. Это мне нравится намного больше. А вот я пытался понять, когда я это все смотрел, изучал, где граница тебя и где граница восприятия тебя и, соответственно, предоставления зрителям того, что они хотят. Это очень сложный вопрос. Я сама порой не понимаю. Вот. Иногда я себя теряю. Иногда я не могу выйти из этого персонажа. образа. Это очень тяжело. А не так, что прям вот так тяжело мне. Типа, вчера вы тяжело. Какая у меня сложная жизнь. Мы внутри боремся все. Не до такой степени. Но порой бывает. Но ты чувствуешь, что иногда это ускользает, да? Что ты теряешь где-то вот контроль над темой. Да, я очень часто стала терять контроль над этим. Как-то борешься с этим? Нет. Выключаю, переснимаю, нормально все. Нет, я к тому, что когда это начинает влиять на тебя в реальной жизни. То есть ты уже не перед камерой, но ты все еще кривляешься, скажем так. Наверное, нет. Вот в мою реальную жизнь это вот никак не влияет абсолютно. Когда мне нужно быть серьезной, я всегда серьезная. А я имею в виду, теряю связь, наверное, между персонажами. Они иногда даже бывают, что сливаются, и мне это очень не нравится. Но ничего. Их сколько вообще? Наверное, 6-5. Ну, наверное, 6, да. Слушай, подскажи, пожалуйста, вот родители вообще относятся к этому ко всему как? То есть ты иногда можешь себе позволить крепкое словцо, ты иногда можешь позволить себе даже, если ты в роли, но иногда и не в роли, ты можешь там заматериться, выругаться, высказаться. Как папа, например, к этому относится? Отвразительно он к этому относится. Именно когда я использую какую-то брань, ему это абсолютно не нравится. Ну, в последнее время у нас был очень серьезный разговор с ними полгода назад, и они мне очень все прямолинейно сказали. Доча, имея в виду, я такая, хорошо. У нас был очень, мне тогда был сложный период, и в творчестве был какой-то застой. И я так понимаю, это была моя защитная реакция. Мама это понимала, а папа был более строг. Ну, ничего, они, в принципе, поговорили со мной, я все поняла, и после этого я вообще стараюсь хорошие слова говорить поменьше, или вообще не говорить, ну... Хорошие слова говорить поменьше, или плохие слова говорить? Это я так утрировала. А, о, прости, я не понял этот прием, спасибо, что ты снил. Да, ну вот типа так. А вот на самом деле к моему творчеству родители относятся абсолютно положительно, потому что им нравится, они смотрят это, то есть мне не стыдно показывать свою страницу родителям, они смотрят, читают комментарии. Ну, я, конечно, стараюсь иногда убирать, удалять плохое, ну, чтобы это не задевало. Вот, но так положительно абсолютно. Знаешь, я задавал ведь вопрос, я просил наших слушателей, зрителей, если у них есть интересные вопросы, они могли к тебе задать. И вот мне написали, не кажется ли тебе, что ты своими вайнами о хитрой найманке вызываешь некую неприязнь к представителям этого конкретного рода? Мне один человек написал, потому что он говорит, к нам и так плохо относятся, а она усугубляет это своими вайнами, плюс происходит деление на ру и так далее. Как ты это комментируешь? Да никак я это не комментирую, у каждого человека свое восприятие, если он так воспринимает, это его дело, я воспринимаю это абсолютно по-другому. И вообще нужно юмор уметь воспринимать, так же, как и критику. Ну, я очень редко получала в свой адрес подобные комментарии касательно того, что я это называю рубрику «Гуру отношений», «Найманка», «Нагимагаратом», то есть я это подчеркиваю, а что такого? А ты найманка вообще? Я найманка. Ну, тебе можно тогда. Я горжусь этим, а что, я почему не могу подчеркнуть свою руку? Кому, как не тебе знать, какие они бывают. Поэтому, если вы это слушаете, пожалуйста, отнеситесь к этому с юмором, все хорошо. Слушай, есть какие-то вещи, которые ты не готова обсуждать в сети? Политика и религия. Политика и религия. Две вещи, которые мне абсолютно не то чтобы неинтересны, они для меня закрыты. Так, ну это абсолютно обоснованно понятно. А если говорить о личном, потому что ты очень много чего говоришь вслух, точнее, вот транслируешь из того, что, казалось бы, там, нам еще пять лет назад невозможным табу для девушки, которые, там, 21-22 года от роду, она, ну я понимаю, что тебе сейчас уже 23, но там, к примеру, ты борешься с лишним весом, или ты говоришь о том, что ты себя не принимаешь, или принимаешь такое, какая ты есть. Вот есть что-то, что ты не можешь туда вынести? Не знаю. Где стопки? По-моему, наверное, личная жизнь, я не стану все прям раскрывать. Моя семья, конечно, я показываю людям то, что им дозволено видеть, слышать, но по-любому есть вещи, которые я никогда не скажу. Но это касательно моей личной жизни и, наверное, моей семьи. Угу. Хорошо, спасибо большое. Ты недавно говорила о том, что делала операцию пластическую. Угу. Ты довольна результатом? Еще не совсем, потому что прошло только три недели. Сейчас люди, наверное, поораде думают, господи, что они обсуждают? Обсуждаем все, что ты выкладываешь. Все, о чем ты говоришь, мы комментируем. Если кто-то что-то пропустил, я в детстве упала с велосипеда. И вот так хорошо упала, что у меня очень сильно деформировалась снизу кожа. И ничего бы, я бы приняла бы себя такой, какая я есть. И шрам, это прекрасно. Они даже украшают. Ну, мужчин, конечно, не меня, но да ладно. Но эта деформация начала давать дефект на речь. Я поняла, что мне очень тяжело говорить, и какие-то связи у меня... Моя речевая связь начала вообще просто плыть куда-то. И я поняла, что, уф, походу, пора. То есть это была и функциональная процедура тоже, не только косметическая? Да. Ну, еще отеки есть, так что скоро буду королевишной, да. Скоро будешь на уме. Я тебя понял. Вот расскажи, пожалуйста, какое-то время назад ты запустила инициативу делать добрые дела. Но как-то это не продлилось. Что произошло? Я ждала этот вопрос. Я знала, что этот вопрос будет, потому что я... То есть у тебя есть ответ? Да, у меня готовый, объективный ответ есть. То есть когда у нас происходили в нашей стране вот эти волнительные события, то тогда все были на эмоциях, так же, как и я, тем более этого человека знала. Все прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. Получается, на тот момент я была жутко эмоциональной, и все, что я делала, я делала это на эмоциях. И я понимала, что то, что я делаю, это правильно. Но единственная моя позиция была неправильной, то, что я начала это делать на эмоциях, неосознанно. Все-таки я публичный человек. И если я что-то начну делать, те же самые какие-то челленджи, связанные с макулатурой, либо с буром мусора и так далее, это все правильно, я это продолжу делать. Но я поняла, что тогда я это делаю на эмоциях. И порой я сама перед собой была нечестна. Как я могла говорить людям? Хорошо, не то, что могла. Я говорила людям о макулатуре, хотя сама не каждый месяц хожу, сдаю. То есть я села, переосмыслила, когда мои эмоции немного утихли, я понимала, что я все равно это продолжу делать. И я это продолжаю делать для себя, а не для народа. Но я это начну в скором времени делать на показ. Почему? Потому что я должна была перед собой быть уверенной. То, что сегодня я буду говорить людям, собирайте мусор, а завтра никогда никакую бумажку не выкину. Я должна быть честна перед собой. И я понимала, что вот этот период, сколько уже прошел месяц, полтора-два, я сейчас это все осознаю, я понимаю, что люди ждут от меня. И они от меня этого дождутся. Я буду этим человеком, кто это будет продвигать в массу. Я буду. Но сейчас я хочу быть честна перед собой. Я работаю над собой, над какими-то своими минусами. А сейчас, когда ты остыла, какое-то время прошло, ты думаешь, это все-таки для тебя действительно важно? На таком вот глубоком уровне. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы это был мой смысл жизни. Я хочу не то, чтобы продвигать в массу какой-то правильный образ жизни, хотя я сама неправильно живу, правильно? Я не могу людям говорить о ЗОЖе, потому что вечерами я могу пойти в ночной клуб и выпить там вина. А что в этом такого? Мы все люди. Но я хочу, чтобы если бы я что-то бы и продвигала в массу, это было осознанно, и я была честна перед собой. То есть я это хочу. И для меня я хочу это сделать прям как смысл жизни, жить по такому принципу. Скажи мне, пожалуйста, была ситуация, когда тебя лишили прав. Помнишь эту ситуацию? Я сейчас как-то на допрос. Нет, нет, это не допрос. Но мне просто... Я же хочу тебя понять, и я хочу, чтобы зрители наши тоже поняли, как это все вообще происходило. Ты тогда говорила о том, что раньше ты бы, наверное, эту ситуацию решила по-другому, путем взяток и так далее. Но сейчас ты отказалась от этого. Ты поступила как нужно по закону. Права вернули? Да, по закону. Я дождалась суда и вернула по суду. А-а-а. Выплатила штраф. Да? Потом вернула, да. Большие штрафы были? Ну, почти 400 тысяч. Вау. Это не слабая сумма. Вообще, мне бы хотелось пояснить вот за эту ситуацию, потому что там столько было недопониманий со стороны людей. Я еще хорошо так свой адрес высушила. Много негатива. В чем дело было? Дело было в том, что я совершила... А, то есть, да, я совершила ДТП. Давайте называть вина... На твоем авто. Да, я совершила ДТП на своем авто, и я была виновата. На что, получается, я не могла все высказать, все, что... Я такая деловая, я сейчас у себя в Инстаграм не сказала, я сейчас на всю страну на радио. Типа, это очень круто. Ну, конечно, а где еще? И вот, получается, то, что я высказала в Инстаграм, и потом вы на следующий... Ой, простите, через несколько дней вы написали об этом статью. Все, что было сказано там, это все правда. Но было много моментов, которые я недосказала. Нюансы. Да, в принципе, если мы решаем по закону на месте ДТП, в принципе, это не нарушение закона, это не взятка. Мы можем обоюдно разойтись, и, в принципе, никто никому не мешает. Но я не стала на всю страну выносить, почему я не стала этого делать. Почему именно я дождалась, вот принципиально дождалась сотрудников ГАИ. А почему? Потому что со стороны потерпевших там было просто очень грубые и неадекватные люди, которые начали наш разговор с очень грубых слов, на что я просила этого не делать. Я не дождалась в адрес нормального отношения, соответственно, я не стала решать на месте. То есть ты тоже там встала в позу, да? Ты решила, что вот такими людьми... Ну, не то, чтобы в позу, я... У меня есть... Да, допустим, если я нарушаю, да, какой-то закон, и я могу решить его по закону. Но если человек переступает какие-то границы... Я вообще рада была, чтобы он на него руку не поднял. Просто понимаете, там до какой степени было. Это был мужчина, да? Да, это был мужчина. То есть это было очень сложно, и мне было очень тяжело на тот момент. И я решила, что с вами разговаривать я лучше не буду, к сожалению, да. Я лучше вызову сотрудников ГАИ. Вот поэтому я вызвала и дождалась суда, и не хотела никак не контактировать с этими людьми. Абсолютно никак не хотела. Поэтому так все и получилось. Потому что многие мне говорили, ну, зачем? Вот ты такая принципиальная. Можно было, не вызывая ГАИ, раз ты виновата. Ты не берегла время тех людей, правильно? Ты просто, можно сказать, просто пошла на принцип. На самом деле я не стала плевать грязью. Людей еще на всю страну. Зачем? А сейчас плевать. Просто тебе не кажется, что вот мы сейчас существуем в каком-то королевстве кривых зеркал, где, когда ты поступаешь, как нужно правильно поступить по закону, это расценивается как что-то из ряда вон выходящее. Что вот ты дождалась полицию, ты оплатила штраф, тебя лишили. И об этом говорят, это обсуждают. Потому что это беспрецедентно просто, что медийная персона казахстанка не развела на месте. Я столько негатива высушила с адреса. Просто зачем? Почему? Вот ты совершила ДТП, вот ты должна была там на месте решить и отпустить людей. А ты ждала до самого утра. Ну, типа такого. Что это говорит о нашем обществе, как ты думаешь? Не знаю, что это говорит о нашем обществе, но меня это крайне заботит в последнее время. Очень сильно заботит. И я очень сильно из-за этого напрягаюсь. Потому что большинство негатива, большинство негативных комментариев, каких-то плохих слов я слышу именно от таких же казах, как я. И это тебя? Меня задевает очень сильно. Меня это задевает. Ну, ничего, мне кажется, время идет, все меняется потихоньку. На этого и нужны, может, мне кажется, блогеры появились в нашей стране. Это прекрасно. Вот по поводу блогеров, можно я быстро задам вопрос? Я тебя процитирую. Ты в интервью в журнале The Step, когда у тебя спросили, не считаешь ли ты, что вайнеры сами воспитали такую аудиторию, которая менее критична к проблемам в стране и настроена потребительски, чем созидательно. А теперь ты хочешь их полностью переделать и сделать другими людьми. Ты ответила тогда. Я не собираюсь никого переделывать. Я с самого начала всем подписчикам говорил, и буду говорить, как хотите, так и живите. Единственное, свою аудиторию я бы хотел направить в более правильное русло. Например, сейчас я хочу заняться сбором углов. Ну, это было тогда, мы об этом уже поговорили. Всех своих подписчиков прошу, чтобы они держали свои дворы и улицы в чистоте. Хочу, чтобы развлекательный контент оставался, но чтобы он был еще и полезным. Вот каким образом, что нужно сделать, чтобы эти ребята, для которых даже ты, Нагимуша, в Инстаграме являешься раздражителем, ярким красным пятном тряпкой, которую нужно заткнуть или облить грязью. Что должно, по-твоему, произойти, чтобы у этого человека открылись глаза, и он понял, что все свободны, как хотят, так и живут? Мне кажется, надо уехать за этой страны, представить нашу страну, где-нибудь, в каком-нибудь фестивале. А тебе, да? Все, только тогда, мне кажется, начнут воспринимать всерьез. Потому что, когда мы двигаемся в Казахстане, что-то пытаемся делать, нас все равно поливают грязью, говорят, что мы делаем что-то ненужное, бесполезное. Как всегда. Такие тунеядцы. Да. Ну, а стоит нашим людям уехать куда-нибудь за границу, где-то представить, стрельнуть, выстрелить, привезти, такой, знаете, с баней, что он выступил от Казахстана, вот тогда у нас начинают всех любить. Парадокс. Не знаю. Комплексы? Возможно, но я, вот честно для себя, у меня такая нейтральная позиция. Я никого не собираюсь, никого менять, перевоспитывать. У каждого человека есть свой контент. У каждого человека, у самого блогера, у него есть своя аудитория. То есть я не имею права ему что-то говорить, диктовать. Единственное, я несу ответственность, конечно, как медийное лицо. Я несу ответственность за свою аудиторию, которая на меня подписана. И, соответственно, для себя хотя бы я показываю, что я делаю так или эдак. С тем же самым девочкам я говорю, что я принимаю себя. Я показываю это наглядно. Не просто говорю, я это прямо показываю. Это первая часть этого ответа. Она была абсолютно взрослой, умной, взвешенной. Но насколько она практична? Потому что мы уже с тобой установили сегодня в нашем разговоре, что ты поддаешься эмоциям. Вот не кажется ли тебе, что вот эта позиция, что я никому ничего не навязываю. Все как хотят, так и живут. Я просто произвожу контент, что это защита. Ведь ты очень часто говоришь, что ты хочешь влиять положительно. Что ты хочешь, чтобы даже сейчас наша молодежь менялась, наша казахская молодежь. А тут вот такой момент. Тем не менее, то, что я никому ничего не навязываю, я показываю, как живу я и как я воспринимаю себя. Сейчас то, что я произнесу для многих мужчин, и может быть для многих сейчас это будет непонятно, но я понимаю, что сейчас все девочки, которые читают или смотрят, они прекрасно понимают о чем я. Я никому не говорю, не навязываю, живите так, живите эдак. Но я на своем примере показываю то, что да, дорогие мои, у меня были сложные отношения. И я сделала так-то, так-то. То есть я же не говорю, идите и делайте так. Я показываю на своем примере то, что я пыталась отпустить, что-то делала так или эдак. Я год из-за своих комплексов не надевала ни платья, ни шорты. Я боялась жутко своих растяжек на своем месте. Я стеснялась. Когда на меня смотрели мужчины, я на них смотреть не могла, потому что я забилась в себе, потому что я переживала какие-то сложные отношения. То есть я же не диктовала, как им делать. Я наоборот говорю, смотрите, как это пережила я. Сколько писем я ежедневно получаю от девушек, от женщин, которые в разводе, которые, к сожалению, живут в таких семьях, где они... Ну, то есть у них очень тяжелая жизнь и бытовое насилие. Знаете, сколько мне это пишут? То есть, видите, я же не заставляю, говорю, пишите. Я просто показываю на своем примере, что я такая же девушка, у меня так же все, я так же по ночам плачу, у меня такие же отношения не сложились, у меня работа, у меня ни ребенка, ни котенка, да, грубо говоря. То есть я это говорю. И когда я максимально открыта с людьми, они воспринимают меня намного ближе. За это благодарят. Вот это моя позиция. И у меня абсолютно не нейтрально. Меня заботит то, что у нас люди живут мнениями других, меня это заботит. Я не говорю, не слушайте, там, я говорю, ну зачем? Живите для себя. Нужно жить для себя, нужно любить. Я говорю, вот идите, красьте ногти. Хотите надевать платье? Наденьте. Хотите в эту татуировку набить? Да набейте, господи. Есть куча лазеров, которые потом сведете. Ну а если они хотят ненавидеть, поливать грязью, пусть это тоже выбор. Это тоже выбор. Тоже лайфстайл. Это тоже их позиция. То есть мы не сможем весь мир изменить. Поэтому зачем? Интересно. Интересно. Но котенок у тебя есть. Поэтому не говори ни ребенка, ни котенка. Котенок у тебя есть. Да, теперь есть. Скажи, пожалуйста, мне очень интересно понять. Сейчас я сразу оговорюсь, что это никакое не осуждение, но я пытаюсь понять, почему такая у вайнеров неразборчивость в рекламе, в выборе клиентов. Потому что иногда такой бывает клэш в постах просто. Вот что-то серьезное, дорогое, брендовое. И следующее, что-то абсолютно ширпотребное. Вот кажется, что эти вещи подряд даже не могут идти, но такое происходит. Выбор каждого. Выбор каждого. В твоем случае почему так? Два года назад. Кто вообще о нас думал? Кто вообще о нас знал? Посмотрите на этих ребят. Им по 18, по 20 лет. Нет, я популярность не оспариваю. И эффективность. И в то же время я говорю, что им по 18, по 20 лет. Они всего добились сами. У них есть полное право рекламировать то, либо это. Нет, нет, подожди. А если не оспорчивость, да. Ты говори, но о себе, о себе. Не о них, не о 18. Вот ты почему иногда выбираешь какие-то, скажем так, не очень статусные рекламные компании? Что для вас не статусное? Одежда? Еда? Рестораны? Одежда, еда, концерты какие-то непонятные, услуги непонятные. Ну, то есть, причем это вот перемешку. Что-то хорошее, прям серьезное. А потом что-то из другого вообще измерения. Ну, потому что мы не рекламная компания, мы живые люди, во-первых. Свою позицию. Имея контракт с крупной мировой компанией LG, я могу рекламировать салон красоты, где я крашу ногти. Почему я это делаю? Потому что это мой выбор. Во-первых, я не рекламная компания, я человек. И я пользуюсь ежедневно какими-то услугами. То есть, знаете, блогеры это такие люди, у которых люди спрашивают все, что, где. Их заботит все. Где мы красим волосы, где мы делаем маникюр. То есть, это заботит людей. И, в принципе, если почему мастер, а вот теперь другая позиция. Вот смотрите, а если вот мастер, он действительно талантливый, вот она очень крутой мастер, допустим, по волосам, да? Но у нее нет работы, но она действительно старается. Почему бы мне не рассказать о ней? Часто бесплатно кого-то продвигаешь? Очень часто. Мы живем в Казахстане, господи, конечно. Скажи, пожалуйста, ты лично в месяц сколько денег тратишь? На что именно? На себя вообще, все вместе. Примерно сколько на себя тратишь денег? Ну, это очень тяжело посчитать. Безумно тяжело. Такую, можешь сказать, вот вилку. Вот на себя, вот только на себя. Да? Да. Твои передвижения, гуляния, покупки, одежда. Ну, тысяч сто. Посетилки. Тысяч сто, не считая с моей квартирой и арендой. Да. А. Я сейчас беру машину, я беру еду. То есть у тебя непривередливый такой стиль жизни? То есть у тебя нет каких-то баснословных трат? Вот увидела, беру, хочу. Нет, вы что, нет. Компульсивных покупок не бывает? Для меня единственная самая дорогая покупка, это была только автомобиль. И то, на которое я копила год практически. То есть я не могу позволить себе пойти и купить что-то вот так. О, захотел сумку за 300 тысяч? Нет, я так не могу. А тогда ежемесячный доход твой какой? Сколько примерно ты в среднем зарабатываешь в месяц? Ну, по-разному. По-разному. Бывает иногда, типа, я заработаю 300 тысяч, а иногда заработаю 700. Это ведь еще у меня есть стабильная работа, у меня есть контракт, допустим, с УДЖИ. Ну, типа, 300-400 тысяч в месяц я зарабатываю. Здорово. Здорово. Но ты как-то к этому относишься, как к бизнес-плану, что это все время должно расти, 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 или для тебя устраивает? Нет, я каждый день задаюсь вопросом, как самый нормальный адекватный человек. Вот не будет Инстаграма завтра, не дай бог. Вот ты задумываешься о том, что будет дальше, после Вайнов, после Инстаграма и так далее. Я тут хочу добавить немножко, опять же, комментарий был от пользователей, когда я попросил задавать вопросы. Они мне пишут, вот вы зовете к себе вроде бы состоявшихся людей в студию, которые чего-то добились. Почему вы позвали ее? О, прекрасный вопрос. Ну, это выборка такая, да, у нас? Много таких пользователей. Я хочу тебя сначала спросить, ты что считаешь своим главным достижением на сегодняшний момент? То, что я в 23, я независимый, я ни от кого не завишу, я зарабатываю и помогаю своей семье. Зарабатываю я неплохо. Классно. Да. Доход. Ну, это самое, наверное, не самое главное, доход. Ну, еще я горжусь тем, что молодежь, она не то, что поравняет или пытается быть, как я, но то, что своими поступками я хоть кому-то помогла раскрыться, либо сделать что-то, что я пыталась донести. Что дальше? Сейчас я плыву по своему течению. Сейчас у меня очень много работы. В принципе, сейчас у меня, знаете, такой пик. Хорошо, все хорошо, есть работа, есть контракт, есть доход. Вопрос. Если Инстаграм завтра закроется, а твой контракт, в принципе, когда-нибудь закончится, что ты тогда будешь делать? Да. И я понимаю то, что я задаюсь этим вопросом очень часто. И я ищу этот вопрос, ответ прямо сейчас. Я ищу его. Но я точно знаю, если бы я выбирала бы из всего, что я сейчас имею между популярностью и семьей, я выбрала бы семью. Ты прям здорово подвела к моему следующему вопросу. Скажи мне, пожалуйста, да. Ты, по сути, своей человек консервативный или либеральный? Консервативный. Консервативный. Да. Это во всем проявляется? Нет. Например, давай поговорим, как, что ты думаешь, какова роль женщины вообще основная? Быть матерью. Это самое главное для женщины. Да, сейчас мне многие будут осуждать. Нет. Это твое мнение. Ну, как говорится, кто будет осуждать? Я хочу сказать то, что... Я же не их слушаю, я хочу с тобой поговорить. Вообще, вообще, если бы я выбирала бы между популярностью и, наверное, с семьей, я бы, конечно, я сейчас постаралась бы это сохранить и как-то совместить. Чем я и буду заниматься. Я не думаю, что я такой человек, который ради мужчины готова бросить все, вот просто, чего я добилась. Но если прям вот или-или... Или-или вот прям вот потолок... Семья. То есть семья. Семья. Мне это важно. Как ты относишься к институту брака и семьи, который в последнее время, кажется, пошатнулся? По крайней мере, вот у нас в стране, кажется, совсем пошатнулся. У меня нет семьи. У тебя есть родители, у тебя есть сестры, ты знаешь... Очень тяжело судить, когда вы живете в очень счастливой семье, в полноценной семье. Очень тяжело судить, когда вокруг твои братья и сестры живут в браках, в счастливых браках, имеют детей и не разводятся. Не, почему тут сложно судить? Это же ты видишь, что это работает, значит, это классно. Да, это классно, типа, ну, конечно, видя, какие проблемы есть на стране, я не могу даже про это говорить. У меня нет ни семьи, ни ребенка, не то, чтобы даже хотя бы мое мнение, да, тоже. Я живу в такой счастливой семье, и порой я не вижу ничего, я даже сказать ничего не могу. Но то, что ценности семейные, они в последнее время, может быть, как-то поугасли, да, я это замечаю. Но для тебя семья важна. Очень важна, очень. То есть тогда из этого вытекает, что твое отношение, например, к гражданскому браку, оно отрицательное, негативное, или ты поддерживаешь? Когда люди не вступают в официальный брак, а просто живут. Я понимаю, да, я вот сейчас думаю, как на это ответить. Ну, гражданский брак, по сути, я считаю, что это, ну, это неправильно, по сути. А с другой стороны, ну, какое мое дело? Нет, подожди, подожди, только вот я спрашиваю тебя, ты опять оправдываешься перед теми, кто может написать что-то плохое. Я работаю над собой в последнее время, типа, ну, как я могу осуждать этих, не то чтобы осуждать. Это же не осуждение, это мнение. Я не осуждение, ну, в любом случае, оно не может быть негативным, оно ни в коем случае не негативным. Ну, гражданский, значит, они так решили, значит, так удобно. Но в моем случае, если мне мужчина поискажет, давай жить гражданском, я скажу, алло, типа, из Кустаси, есть ЗАГС, давайте поженимся, типа, мы отыграем обязательно, вот чисто казахскую свадьбу, я вылезу из какой-нибудь ракушки, а эту ракушку вывезут на лимузине, понимаете? Не забудь про мыльные пузыри, пожалуйста, и зонтики. Обязательно, потому что это важно для моих родителей, они прям этого ждут, значит, так и должно быть. Видите, я ставлю приоритет семьи, типа, я, честно, я бы не хотела бы делать свадьбу, потому что я считаю, это глупые остроты вообще. Я бы уехала со своим мужем куда-нибудь. Я сейчас отмотаю, ты там сказала до этого, я считаю, что гражданский брак, но это неправильно. Да. Почему? Потому что, ну, для этого создан ЗАГС. Мне кажется, отношения нужно узаконить, нужно, чтобы ваши дети росли в браке. Мне кажется, что это очень важно, чтобы родители, ой, дети, они росли и понимали, что такое мама, папа, что такое официальный брак. Ответственность. Ответственность. Почему? Это, я даже не понимаю, почему люди. Может, им так удобно, но в любом случае там всегда есть одно но. Значит, кто-то из них не хочет какой-то ответственности. Зачем тогда жизнь строить с таким человеком? Мое мнение. Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, ты говорила, вот у тебя была история с парнем, которого ты любила несколько лет, это все не очень хорошо закончилось, потому что он плохо к тебе относился. Не то, что он плохо ко мне относился, он просто не смог пережить мою популярность, потому что, когда мы с ним начали встречаться, именно на тот момент у меня началась именно, началась та волна. А, это параллельно было? Я думал, это до было. Нет, это было, все происходило. Нет, мы с ним были знакомы более семи лет, мы знали до этого друг друга, и тут в один прекрасный день я становлюсь популярным. И он, конечно, с этим жил два года, и, в принципе, хорошо справлялся, и мы справлялись даже с этим. Но, в итоге, его родители были просто категорически против нашего брака, и потому что, понимаете, мама хорошая, как она мне сказала. А вот откуда это взялось. Да, 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 все хорошие, все актрисы, все певицы. Как говорится, принято говорить, актриса не жена, поэтому не суждено мне просто. Слушай, а он в этом процессе вообще не принимал решения? Там только мама все решает? Он что? Он сказал мне, если маму не разрешила, я такая... Вау, как же ты вовремя остановилась. Аллилуйя просто, здорово. Да, вот так. Твое отношение к абортам? М? Твое отношение к абортам? Это все зависит от ситуации. Это все зависит от ситуации. Мы не говорим о насилии, мы не говорим вот о том, что что-то ужасное с девушкой сделали без ее воли. Говорим о спланированном вот аборте. Как ты к этому относишься? Ну, это тоже ситуация, понимаете? Если у них... Я вот такого мнения. К абортам я отношусь, знаете как, ситуационно. Надо разобраться сначала в ситуации. Либо там не от далекого ума, либо действительно так получилось. Но я против того, чтобы рожать детей только потому, что рожать. Знаете, ребенку нужно дать образование. Детей нужно заводить осознанно. Ребенок должен расти в любви. Это мое мнение. И я считаю, что дети это счастье. Да, это прекрасное счастье. Я безумно хочу построить свою семью. Я хочу детей. Но я понимаю то, что чтобы заводить ребенка, надо иметь уже осознанный ум. Да. То есть ситуация все, да. Это индивидуально, да, рассматриваете? Это индивидуально, я никак не вижу. Чуть-чуть отмотаю. Ты вот с тех пор, с тех пор, как были отношения долгие, с этим парнем влюблялась? Нет. А в любовь вообще веришь с тех пор? Конечно, конечно. Вот может быть такая настоящая, всеобъемлющая, взаимная любовь. Да, я верю в это. И если ты влюбляешься в такого человека, и этот мужчина так же крепко тебя любит, но у него есть семья, ты пойдешь в тухалки? Нет, вы что? Я даже с ним общаться не буду. Да ты же его любишь. Ну, я не буду влюбляться в человека, у которого есть тухалки. Ну, как полюбила. У тебя кнопочка есть такая, таких не любишь. Тухалки? Ой, Тимур, вот какие вопросы. То есть такой любви не может быть? Не может быть такой любви. Там не любовь. Там просто, наверное, материально благо будет интересовать человека. Не бывает такой любви. Если он действительно будет любить, он никогда не позволит мне даже такого. Я против этого. Хорошо, хорошо. Быстренько можешь мне назвать, пожалуйста, давай представим, что ты стала депутатом, политиком, кем-то, у кого есть действительно власть и принимать решения. Три вещи, которые ты бы поменяла в Казахстане. Первое. Я бы закрыла все зоопарки, дельфинарии, навсегда запретила бы. Второе. Я бы открыла бы заводы по переработке, хотя они у нас уже есть, но все же я бы побольше бы их пооткрывала. Ну, то есть я бы сделала именно акцент на мусор, на переработку, то есть на макулатуру. И третье. О, Господи. Я бы пооткрывала бы детские, школьные, дворовые клубы. Почему? Потому что, да просят меня все сейчас кто-то слушает, но у нас на один район по три мечети, но на одну область по одному детскому учреждению. Соответственно, дети у нас уходят большинство в религию, а в религии это прекрасно, но это опасно. Но спортсмены, где танцоры, где им заниматься? И я бы отдала бы это все, наверное, для детей, для молодежи, потому что молодежь нас будет поднимать дальше, нашу страну. Я такого мнения. Спасибо. Что для тебя духовность? Семья. Для меня все семья. Любовь, семья, духовность, семья. Я там получаю успокоение, духовность. Все начинается у меня с семьи, от родителей. Красиво. Спасибо. Очень красиво. Тогда я хочу с тобой быстренько поиграть в одну игру в заключении нашего сегодняшнего диалога. Я называю тебе две вещи, ты выбираешь только одну. Только одну. Хорошо. Или два имени, ты выбираешь только одну. Хорошо. Хайрат или Торигали? Хайрат. Хеннинг или Том Харди? Хеннинг. Круассан или Баурсак? Круассан. Английский или французский? Английский. Алматы или Астана? Алматы. Собаки или кошки? Собаки. Кью-поп или хип-хоп? Кью-поп. Эмди или Нинти-Он? Эмди. Что? Эмди, я буду... Потому что они уже добили своего, а Эмди только начинает. Ты что, из жалости его выбираешь? Нет, я его знаю, я с ним общаюсь. Мы все его знаем. Эмди, ты слышишь меня? Ты лайкаешь меня, спасибо, я тебя выбираю. Ой, вообще. Вот так вот. Вот такая вот Нагимуша сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое, что ты приехала, спасибо за то, что отвечал на эти вопросы. Надеюсь, что тебе тоже было интересно. Спасибо вам большое, что пригласили. Каждый четверг в шесть вечера. Программа «Если честно» с Тимуром Поломбетовым. Если честно. Только на ГАКУ-ФМ. Каждый сектор. Только на ГАКУ. Спасибо. Академия.